Добро пожаловать на пересадочную станцию! И сегодня нас снова ждет безумное путешествие в мир! Схрона! Александр Шишковчук, Схрон, дневник выживальщика Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции Если ты тоже хочешь попасть в этот список, получить уникальный значок возле своего ника, специальные эмодзи, получить доступ ко всем путешествиям пересадочной станции в аудиоформате, а также раньше всех остальных прослушивать ролики, то нажимай на кнопку «Спонсировать» или переходи по ссылке в закрепленном комментарии. Толстенькая амфибия с трудом уместилась в ладони и теперь поглядывала в ожидающее. «Давай, мол, не дрейф, я вся твоя!» Юра поднес к носу. Пахнет нормально, тиной и водорослями. Бока животного терпеливо надуваются и опадают. «Ну, чего ты ждешь?» Он быстро провел языком по скользкой спинке. «О, интересный вкус». Еще пару раз, но уже медленно облизнул жабу. «Явно получше, чем куни», усмехнулся Юрик. Сердце чуть не выскочило из груди, когда за спиной раздался голос бабы Нюры. «Ну и по что ты, скотину, трожишь стервец?» «Проверяю», – быстро ответил Юра, убирая жабу на место. «Мне показалось, у нее температура». «Проверяет он! Сосе уж крыша поехала! Ишь, ветеринар сыскался! А ну топ и отседавай, сейчас полы буду мыть!» Юрик аккуратно закрыл крышку аквариума и выскочил наружу. Только после этого перевел дух, чертова бабка. Может поговорить с директором? «Пусть ее уволят! Он и сам может мыть полы, зато никто не будет подкрадываться сзади и мешать общению с животными». Сделав такую мысленную пометку, зашагал к автобусной остановке. Чувствовал себя он немного глупо. Никакого расширения сознания и видений почему-то нет. Наврали, наверное, в этом долбаном интернетике. Как всегда, стоило закурить, и подъехал автобус. «Дряхленький пазик выглядит как-то непривычно. Покрасили, что ли?» «А вы что, автобус покрасили?» Спросил Юрик, отсыпая мелочь кондукторши. «Закусывать надо, мужчина!» Поворчала она. «Вот хамка!» Подумал Юра. «Прямо как моя бывшая!» Пожав плечами, он уселся возле окна и стал смотреть на унылые, осточертевшие улицы. Злость на хабалистую кондукторшу куда-то ушла. Но вместо привычной пустоты в сердце, он ощутил умиротворение и мягкое тепло, поднимающееся из глубин организма. А потом Юрика подхватила неведомая сила и понесла. Депрессивный пейзаж за окном вроде был все тот же, однако дома, заборы и строения начали переливаться фантастическими цветами. Вот это да! Распахнув глаза от изумления, он разглядывал сказочные картины. Возникло необычное состояние полета. Вонючий автобус пропал, и Юра теперь летел. Скользил над землей, подставив лицо в ветру. Не холодному сентябрьскому, а южному весеннему запахом океана и солеными брызгами. «Какой же красивый у нас город!» Восхитился он. А тем временем за окном становилось все светлее. Почему так? Сейчас ведь вечер. Свет из-за туч стремительно с каждым мигом разгорается все сильнее и ярче. Он даже зажмурился, но убийственная вспышка пробилась сквозь веки. Вспышка! Вспышка справа! Нет! Юрик хотел упасть, как учили в армии. Не смог. Тело не слушается. Точнее, оно будто бы вовсе перестало существовать. С ужасом он наблюдал за растущим над центром Петрозаводска исполинским термоядерным грибом. Медленно, словно не хотя, наползает стена ударной волны. По воздуху летят машины, фуры, целые этажи снесенных зданий, горящие и вырванные с корнем деревья. Как метеоры пролетели дико орущие и страшно обгорелые люди, а потом накрыло и Юрика. Его будто стерло гигантским наждаком, размазав атомы тела по просторам вселенной. Вечность спустя вернулась возможность мыслить. Почему он еще жив? Или уже умер? Да что это за жесть? Юрик огляделся. В черных оплавленных строениях протяжно стонет метель. В пустых оконных глазницах танцуют ледяные демоны-вихри. Он стоит по колено в сером снегу, одетый почему-то в замызганную дубленку прямо поверх майки. «Нахрена он лизал эту жабу? Когда уже наконец отпустит?» «Приветствую тебя, смертный!» Голос прогремел прямо в голове. «Кто здесь?» Юрик чуть не обделался от неожиданности. «Я Мик Талэнте Кутли, повелитель мира мертвых. Давно никто не навещал меня. Очень давно. Скоро я приду в ваш мир, а ты будешь моим верным слугой. Но как же меня плющит?» «Протяни руку, смертный!» Юрик не стал спорить. В его ладони появился короткий сияющий меч. «Это меч древних царей Юкатана. С тобой моя сила. Ступай обратно и принеси мне тысячу жертв!» Юра закричал, когда разрушенный город завертелся, удаляясь в колючей пурге. Он понял, что стоит недалеко от проходных родного тракторного завода, крепко сжимая пруток арматуры. «Как раз закончилась смена. Выходят люди». Странный трип уже стирался из памяти. «Когда он успел выйти из автобуса, блин! И что он тут делает?» Неожиданно взгляд вычленил в толпе ненавистную рожу. «Василий». Двинулся за ним. Теперь Юрик ощутил бесшабашную злость и прилив сил. Тело движется пружинисто, словно наполненное упругой эластичной энергией. Он пошел вслед за проклятым хахалем, как матерый хищник за глупой дичью. Пруток в руке иногда расплывался, меняя очертания, становясь на мгновение переливающимся волшебными отблесками клинком. Васек тем временем распрощался с корешами, взял в ларьке бутылку пива и направился между гаражей. Юрик хорошо знал эту дорогу. Ублюдок идет к его бывшему дому. Решение пришло моментально. Он быстро влез на ближайший гараж и неистовой тенью помчался по крышам на перерез. В дребезги разбилась бутылка с пивом, когда Юрик спрыгнул прямо перед Воськом. «Ты че творишь, чмо?» – рявкнул негодяй. Юрик не ответил, раскручивая свой меч возмездия. «Ваще попутал, мудила!» Хохотнув, Василий подхватил с земли стеклянную розочку. «Да я тебя ща на ремни порежу!» Все движения этого орангутанга Юра видел, будто в режиме слоу-мо. Он с улыбкой развернул корпус, пропуская тяжелый и неуклюжий выпад. В ту же секунду ударил по руке и, не давая опомниться в морду. Хруст костей доставил Юрику массу положительных эмоций. Для закрепления эффекта еще разок врезал арматуры по щетинистой харе. В конце проулка появилась группа людей. Юрик замер. Не стал добивать поверженного врага. Гигантским прыжком взмыл на гаражи и скрылся в сгущающихся сумерках. Следующие несколько месяцев пробежали тихо и непримечательно. Он больше не лизал с жабу. Ну его нафиг, думал Юрик, накладывая сушеных личинок ящерицам и змеям. По правде говоря, он серьезно опасался, что гнусный Васек накатает заяву. Но время шло, и все было тихо. Трип вышел чересчур адский. Повторять его он, конечно, не будет. Так продолжалась спокойная и размеренная жизнь, пока однажды его не вызвала в кабинет директорша. «Юра, собирайся!» Заявила она, перебирая бумаги на столе. «Завтра едешь в командировку». «В командировку?» Удивился он. «А куда и зачем?» «В Питер. Вот билет на поезд. Понимаешь, Юра, дело очень деликатное». Она кивнула в сторону. На него приветливо глядела из аквариума та самая жаба. «Я весь во внимании, Тамара Петровна», – хрепловато произнес Юрик. Тревожный озноб пробежал по телу. «Да не, она не может догадываться о его проделках. Совпадение?» «Ты должен свозить зюзечку для спаривания». «А что у нас, Петрозаводский, нет подходящей пары?» «Это очень редкий вид жаб. Всего два экземпляра на всю страну. Вот визитка хозяина мужской особи. Клиент перевел значительную сумму. Хотел сам приехать, но в последний момент у него возникли дела. Но сделка должна состояться в любом случае. Мы договорились, что он получит свои кринки после, если все пройдет удачно». «Да ладно», – махнул рукой Юрик. «Понятно все. Можете не переживать, Тамара Петровна. Все будет нормально». «Юра, сумма серьезная на кону, без шуток. Ты понимаешь всю ответственность. Ты же хочешь, чтобы наш террариум развивался, чтобы закупались новые животные». «Конечно». «Хорошо. Именно поэтому я с тобой откровенна. Держи 20 тысяч рублей. Это тебе на расходы. Еще 20 получишь после поездки». «Спасибо», – Юрик поднялся. «Все, я могу идти. Крокодил там, некормленный». «Жору покормит баба Нюра. Сегодняшнего дня на тебе зюзечка. Возьми со склада походный аквариум и запас корма». До Санкт-Петербурга добрался без приключений. Если не считать истеричный визг проводницы, когда та увидела гигантскую жабу в аквариуме на столике купе. Он, конечно, старался успокоить несчастную женщину, но та лишь чертыхалась и до конца поездки не заглядывала в его купе. Юрик ходил за чаем сам. Клиент встретил на вокзале. Улыбчивый дядька лет сорока. Звали его Геннадий. «Был он весел и слегка суетлив, будто торопился куда-то». «А вот и наша красавица!» Гена подхватил круглый походный аквариум и начал корчить забавные рожи зюзи. Та смотрела меланхолично, навидалась в родном террариуме и не таких придурков. «Куда двинем?» – поинтересовался Юрик. «Им, наверное, требуется спокойная атмосфера». «Это все потом, чувак. Короче, предложение такое. Сейчас мы едем на футбол. Зенит против ЦСКА. Билеты есть. Ну ты, как вообще к футболу-то относишься?» «Ну, я человек простой. Если предлагают, не отказываюсь». Согласился Юра. «Ну, а как же спаривание?» «Ай, перестань, дружище. Ты не понял, как тебе повезло. Это же будет первая игра на новом стадионе. Зенит-арену достроили, прикинь. Новости не смотришь, что ли?» «Исторический момент. Потом внукам рассказывать будешь». «А туда пустят?» Юрик показал на жабу. «Да ты не кипишуй. Что-нибудь придумаем. Оставлять это чудо, конечно, нельзя. Пошли в тачку быстрее, пока ее не эвакуировали. Я под знак поставил, да еще и на поребрик, чтобы далеко не ходить». Юрик едва поспевал, продираясь сквозь толпу за шустрым малым. «Может, позвонить директорше, что он приехал?» Но Геннадий постоянно торопит, а руки заняты аквариумом и сумкой. «Ништяк! На месте, птичка!» Гена постучал по капоту белой Мазды. Юра закинул котомку на заднее сидение и собрался усесться спереди, когда услышал вопль Геннадия. «Стой! Подожди!» «Что?» Юрик так встрепенулся, что чуть не выронил драгоценный аквариум. «Иди сюда, Генрих! Ты опять выбрался из багажника, мой маленький зеленый проказник!» Гена бережно подхватил с пассажирского сидения толстого зеленоватого жабика. «Посмотри, кого нам привезли! У кого-то сегодня вечером будет ай-яй-дассист фантастиш, да, Генрих?» «Садись, Юр, че стоишь? Опоздаем на игру! Только аккуратнее будь, ладно? Генрих тут везде ползает!» Щелчок дверного замка прервал крышесносный рассказ Юрика. Я с уважением поглядел на его волшебную лягуху. «Вот бы мне такого питомца! Мощь моей ярости увеличилась бы на сотню пунктов, а урон врагу на все двести!» Валера вопросительно повернулся к двери. Глаза Егорыча заметались, наверное, искали ружье. «Че те, Томми?» Буркнул Юра вошедшему охраннику. «Сэр, срочное дело!» Пиндос непроизвольно вытянулся по струнке. «Ты что, дубовая твоя голова! Разве не видишь? Спортсмены отдыхают!» «Полковник Уайт, сэр!» «Ну, говори быстрее!» Юрик принялся обгладывать рыбью спинку. «Мне приказано проводить к нему вот этого мощного супермена, сэр!» Боец указал на меня пальцем в тактической перчатке. «Я чуть пивом не поперкнулся!» «Такой, мать его, шанс!» Мозг, как бортовой компьютер, крылатые ракеты, просчитал варианты. «Если удастся приблизиться к камерскому командиру хоть на шаг, мои беспощадные руки сделают дело!» «Устранив лидера, я лишь обезглавлю вражескую военную машину, а остальные погрязнут в борьбе за власть и ослабнут». «Хорошая, мать его, идея!» «Нечего поганым англосаксам устанавливать порядки в русских городах!» «Да! Пусть моя героическая смерть послужит на благо Отечества!» Юрик внимательно следил за выражением моего лица. «Иди, Томми, на свой пост!» Ухмыльнулся он, пряча под полу дубленки свою жабу. «Я сам провожу его к полковнику!» «Давайте топайте, а я пока в Иксбокс порублюсь!» Валера, как ни в чем не бывало, включил телевизор и схватил джойстик. «Это шо и шо за хреновина?» Дед уселся рядом с ним. «Держи, Егорыч!» Друган сучил ему второй джойстик. «Думаю, ты заценишь, Баттлфилд!» Мы вышли за дверь. Юрик сунул руку в карман. «Я напряг все внимание, готовый к любому коварству. Судьба давно научила никогда не расслаблять булки». «Будешь?» – спросил Юра. «Ну да». Я протянул руку, и он насыпал пригоршню семок. «Ух ты! Как давно я их не грыз! А ведь раньше от семечек у меня была самая настоящая наркотическая зависимость. Что не помешало благополучно забыть прикупить мешок другой этой заразы для своего схрона?» Стоявший у входа солдат с вожделением уставился на заветное лакомство. «Пойдем!» – Юра двинул по коридору, сплевывая скорлупу на кафельный пол. «Слушай меня, Санек. Парень, ты, конечно, горячий, но я все твои движники насквозь вижу. Сам такой был когда-то». «А я молодой, но резкий. Зачем-то ляпнул я. Лучше прикинуться дурачком на время». «Как понос, значит?» – обернулся Юрик. «Ну вот зачем сразу оскорблять?» Я расправил мускульные пластины своей груди. «Ничего не как понос. Я резкий, как... как пуля СВД. Такой же мощный и смертоносный». «Охотно верю», – душевно улыбнулся Юра. «Но ты не пережил и доли того, что пережил я. Не видел и сотой процента той жести, что довелось видеть мне. Поэтому считай, что это было предупреждение. Второго предупреждения не будет. Верь мне». «Но это мы еще посмотрим. Тоже мне, предупреждащик херов». «Ладно, понял Юра. Обещаю, без фокусов». Я помолчал, лузгая прекрасные семки. «Серьезный ты чувак без Б. Куда уж мне? Но как же ты все-таки так драться научился? Не верю, что жабы может так переть». Он внимательно посмотрел на меня и ответил без грамма улыбки. А я натренировался. Геннадий предложил пронести амфибий в больших ведрах от попкорна. Чемодан и аквариум остался в машине. Чтобы жабам было комфортно, они налили в ведерки немного воды, зайдя для этого в туалет. Лишняя воздушная кукуруза полетела в унитаз. Оставили ровно столько, чтоб не было видно пупырчатых спинок. Они двигались в орущей толпе фанатов, медленно приближаясь к громадине спорткомплекса. Юрий крепко сжимал драгоценную ношу. «Дурацкая идея прийти сюда!» «Надо было остаться в гостинице!» Гена же, наоборот, веселился. Он где-то раздобыл зенитовские розочки и теперь выкрикивал футбольные лозунги вместе с прочим сбродом. На входе в зенит-арену маялась многотысячная очередь. Всех шмонали омоновцы. Блин, что они подумают, когда обнаружат жаб? Да лучше б нашли, хоть не придется толкаться с этими галдящими дебилами. Что у вас там, гражданин? Мощный боец преградил путь резиновой дубинкой. «Попкорн? Че, не видишь, что ли?» Геннадий нервно рассмеялся. «Ведра откройте, и ты тоже!» Велел омоновец, кивнув Юре. «Задрали мусора поганые!» Закричал кто-то в толпе. «Дайте пройти уже, твари!» Юрик увидел, как глаза мента под защитным забралом полезли на лоб, когда Гена снял крышку. Видимо, Генрих выбрался таки из-под попкорна. «Класс!» – выдохнул Юра. «Свалим нахрен отсюда!» «Нельзя с животными! Давай в сторону!» «Погоди, командир, погоди! Может, договоримся?» Быстро заговорил Гена, вытаскивая пятитысячную купюру. «Ты че? Офицеру при исполнении суешь чудила!» Взрывел омоновец. «В кутузку захотел!» «Так, парни, берите вон тех дятлов с попкорном!» Эта история имела бы гораздо более скверный конец для Юрика, но в этот момент у одного из фанатов бритоголового крепыша в бомбере и берцах нашли дымовые шашки. Завязалась буча, хулиганы бросались на подмогу товарищу. Менты с матом лупасили дубинками, то и дело прячась за щитами от прилетающих бутылок из-под пива. Повалил дым, завизжали какие-то бабы. Омоновец, остановивший их с Геной, ринулся в гущу дерущихся тел. «Пошли быстрей», – подмигнул Гена. «Вот за этот кипиш я и люблю футбол». Места оказались неплохие, в середине трибун. Глядя на людские волны, Юра чувствовал легкую тошноту. Толпа кипела и бурлила, как блевотина в огромном унитазе. Сходство дополняло медленно отодвигающуюся под бравурную музыку крыша свода. Снаружи повеяло свежестью и стало лучше. Сквозь открывшиеся отверстия поле озарил широкий луч солнца. Мурашки побежали по спине. «Красиво, блин!» – хмыкнул Юрик. На циклопическом экране крупным планом транслировали рожи героев Ногомеча. Он без труда узнал только, как Коркина и Киржакова. «Киржако, сука, не дай бог опять промажешь!» – заорал Гена и хрипло расхохотался. Приветственным гулом взорвались красные фанатские секторы. На поле выбежали ЦСКА. Кое-где взмыли ядовитые дымы фаеров. «Куда, блин, смотрит ОМОН?» с тоской подумал Юра, поглаживая Зюзю. Та, похоже, нервничала от громких звуков. Гена снова подскочил и завопил. «Кони вам хана! Валите домой! Иго-го, бляха!» и уселся с чувством выполненного долга. «Когда начнется-то?» – заерзал Юрик. Зюзя переживает. «Сейчас начнут! Круто же! Ты только посмотри!» «У тебя Генрих сейчас из банки вылезет!» – воскликнул Юра. «Он же тоже заценить хочет, как коням под хвост накидают! Верно, Генрих?» Геннадий вытянул руки, поднимая ведро, заинтересованно оглядывающейся жабой. «Смотри, друг, смотри, родной! Историческая игра!» «Походу, этот придурок уже нализался!» – осенила Юрика. «Иначе как объяснить такое неадекватное поведение?» Внезапно он понял, для чего вся эта затея с разведением жаб. «Блин!» «Как жаль, что их террариум в этом замешан!» «А может, сдать этого Гену ментам, пока не поздно!» «Ох...» «Но вдруг тогда и его арестуют как соучастника?» Юра даже вспотел. «Почему вот так всегда?» «Только встанешь на ноги, найдешь дело своей мечты, которое приносит практически настоящее счастье, только ощутишь вкус полноценной жизни, как перед тобой уже маячит ехидно ухмыляющаяся жопа!» «Надо сваливать!» «Да, можно сказать Гене, что пучит живот, мол, надо в сортир!» «Тот вряд ли что-то заподозрит!» «И бежать, бежать, бежать на поезд!» Юрик уже было поднялся, но началась игра. Народ поскакивал со своих мест, надрывая глотки и размахивая флагами. «Блин!» «Затопчут еще ненароком или пизды дадут!» «Хорошо, дождемся конца первого тайма!» «Сделаем ноги в перерыве!» «Правда, Зюзя!» Уже без особого интереса он следил за историческим матчем. Два десятка миллионеров вяло гоняли мячик по всему полю, отрабатывая гонорары. Вот какой-то нигер получил желтую карточку. Вот Акинфеев, распластавшись в воздухе причудливой каракатицей, перехватил бреющий выстрел по воротам. Трибуны взорвались гневным свистом. «О, боже!» Простонал Юра, посмотрев на табло. «Еще двадцать минут терпеть этот мрак!» Он печально провожал взглядом мяч. «Туда, сюда!» «Да блин, забейте уже гол кто-нибудь, ленивые мудаки!» Внезапно буквально весь стадион подскочил и принялся истерично верещать. «Давай, Саня, давай!» «Бей, Киржак, херач!» А случилось вот что. Дзюба обманом финтом перехватил мяч из-под носа Березуцкого и сделал решительный пас Кокоркину. Тот ловко перехватил подачу и, обведя двух подлетевших коней, послал заветный кожаный шарик через поле, прямо под ноги набирающего разгон Киржакова. Какой момент! За миг до бронебойного удара ворота ЦСКА-стадион ощутимо тряхнуло. Шипастая бутца выдрала куски дорогостоящего газона в микронах от предательски вильнувшего шайтан-меча. Юрик схватился за сиденье. Что еще за спецэффекты? Невозможно было передать океан ненависти неудержимым цунами, хлынувшая на зенитовского нападающего. Если бы человеческие эмоции каким-то образом выделяли энергию, стадион испарился бы в неистовой вспышки клокочущей ярости. Трибуны под ногами задрожали, охренеть разорались. Он крепко придавил крышку, под которой забилась перепуганная Зюзя. Свист и гул нарастал. Никто из находящихся в тот момент на стадионе зенит-арены не мог догадаться, что это взлетают противоракеты и замаскированных шахт Васильевского острова. Люди начали утихать, испуганно озираясь. Чудовищный вой набирал силу. Юра посмотрел наверх через открытый купол и ахнул. Голубое небо перечеркнули жирные дымные полосы уходящих в стратосферу ракет. Салют, что ли? Мелькнула успокаивающая мысль. Но где-то в глубине сознания другой Юрик, всезнающий и хладнокровный, мрачно покачал головой. Подрыв ядерной противоракеты произошел на высоте шести километров над центром Петербурга. Пять и шести трайдентов, нацеленных на город, были перехвачены, но одна достигла пункта назначения. Сам взрыв Юрик не видел, и это спасло его сетчатку. Он не понял, как оказался на полу, сжавшись под креслом. Небо светилось выжигающим протуберанцем, ярче магниевые вспышки, ярче солнца. Глубокое чувство дежавю пронзило его естество. Он будто все уже это видел, все это пережил, и знал, что будет дальше. А следом пришла волна. Словно исполинская рука встряхнула чащу стадиона. В растерянности метались по полю игроки, люди валились с трибун целыми рядами. Над распахнутым оком свода свистели огненные вихри. Юра не веря глазам смотрел на пролетающие стаи автомобилей, целые и разрушенные здания, раздвижные пешеходные мосты. Как экзотическая ракета пронеслась Петропавловская башня. Кажется, стадион тоже поднялся в воздух, превратившись в орущее неуправляемое НЛО. Так его швыряло и корежило. Только сейчас он обратил внимание на непрестанно вопящего Гену. «Это все из-за тебя, Гондон!» В бессильной ярости подумал Юрик. «Сидел бы сейчас в Петрике, горе б не знал!» Через секунду сверху упал шестиметровый уголок, прямо через распахнутый рот пригвоздив к полу Геннадия. Когда все затихло, Юра даже удивился, что еще цел и даже невредим. Кругом неподвижные тела, конечности плакали и стонали выжившие. От дыма стало темно, как поздним вечером. Внешние стены и балки частично поплавились, но выдержали чудовищную температуру. Ему не хотелось думать, что творится там, снаружи. Как ни странно, но ужас ушел, освободив место холодной, уверенной ясности и спокойствию. «Пойдем, дорогая!» Юра вынул Зюзю из ведерка и усадил на плечо. «Поищем выход отсюда! Теперь уж точно надо двигать домой!» К сожалению, тогда он еще не знал, что станет пленником этого места на несколько долгих месяцев. Все выходы со стадиона оказались завалены искореженным металлом. Грандиозный спорткомплекс превратился в смертельную ловушку для десятков тысяч уцелевших любителей футбола. Первые часы кипела суматоха, истерили легионеры, тупо слонялись омоновцы, даже не пытаясь побороть всеобщий хаос. Толпа, захваченная паникой, не в силах выбраться из-за подней, превратилась в бешеных, лишенных разума животных. Юра сидел один в своем секторе, взирая, как эти идиоты топчут друг друга. Жаба согрелась у него на коленях и, кажется, успокоилась. Жаль, Генрих куда-то запропастился. Похоже, погиб, задавленный безумными паникерами. Вздохнув, Юра принялся неторопливо доедать попкорн. В первые дни люди еще ждали помощь. Менты взяли под охрану все кафешки и склады с запасами пищи. Выдавали понемногу и только тем, кто участвовал в работах по растаскиванию завалов и переноске трупов. Пара футболистов и несколько важных персон из администрации попытались качать права. Командир ОМОНа вывел их в центр поля и каждый получил по пуле и за КСУ. Юрик тоже работал вместе со всеми. Полдня таскал начинающие разлагаться тела, полдня стоял в очереди за своей пайкой. Иногда удавалось забыться тревожным сном. В этот раз, получив черствый кусок хлеба с ломтиком сыра и кружку воды, он собрался было насладиться трапезой, когда его резко дернули за плечо. «Э, стой, епте!» наглым голосом обратился к нему кто-то. Юрик поднял глаза. И зачем он свернул в этот темный коридор? Его окружили пятеро отморозков символикой ЦСКА. Один из них, дегенерат с прыщавыми щеками, сорвал у него шеи зенитовский шарфик. Безумно гыкая схаркнул на розу, бросил на пол и принялся топтать своими гриндерсами. Хавчик отдал быстро и топай отсюда. Велел самый здоровый, чем-то похожий на гиббон и хулиган. «Ребята, вы чего?» пробормотал Юра. «Я ж целый день не ел». Как назло поблизости не оказалось ни одного ОМОНовца. «Какой-то непонятливый Кузьмич попался». Долговязый тип в куртке-пилоте, хохотнув, выпустил в лицо струю дыма. «Давай хлеб по-хорошему или все хлебало раскрошу». Лениво произнес гиббон, поигрывая широкими плечами. «Ничего я вам не дам!» крикнул Юрик и начал медленно пятиться. Удар широченного кулака прилетел будто из ниоткуда. Юрик увидел вспышку и понял, что его оторвало от пола и несет по воздуху. Еда выпала из рук, когда он больно хряснулся в стену. Фанаты налетели как шакалы, принялись выдирать друг у друга хлеб сыром и быстро запихивать было обидно, но в тот момент Юра больше переживал за зюзечку. Он сунул руку за пазуху. Как там она? Не ушиблась? Вытащив ласково погладил амфибию, свою единственную верную подругу в этом жестоком мире. «Коляныч, гляди!» воскликнул долговязый. «Какая жирная лягуха у Кузьмича!» «Вообще ништяк!» улыбнулся гиббон. «Из лапок супца забацаем!» Повинуясь непонятному порыву, Юрик размашисто лизнул зюзю. «Это мудак сейчас ее схавает!» Гопники бросились к нему. Время замедлилось. Он увидел зеленоватые ручейки энергии, стекающиеся в тело. В уши ударил невидимый гонг. Юрик легко оттолкнулся от пола и взмыл воздух. Пнув ближайшего фаната в рожу, отскочил в обратном веером, полетели осколки зубов. Затем оттолкнулся от стены в широком прыжке и очутился за спиной медленно замахивающегося Коляныча. Ощущая невероятную ярость, Юрик начал карать хулиганов. Ублюдки разлетались в стороны от жестких и сильных ударов его рук и ног. Спустя несколько секунд все было кончено. Кто-то отползал схлипывая, кто-то жалобно матерился, прыщавый валялся, не шевеляясь с разбитым о стену черепом. Ля, Коляныч, валим! Долговязый оттаскивал окровавленного гиббона. Это псих какой-то! Юрик поцеловал жабу и спрятал за пазуху. Он решил не преследовать фанатов. Пусть для уродов это станет уроком, подумал он. Убей! Чудовищный голос в голове ударил, как молот по наковальне. Ноги сами понесли вслед за двумя недобитками, улепетывающими во тьму длинного коридора. Они оглянулись и взвыли, прибавив прыти. Юрика несла божественная волна. Позабыв о дурацкой гравитации, он бежал гигантскими скачками, как мячик, отталкивался от упругих пульсирующих стен. Могучим толчком сбил с ног беглецов. Ближайшему, долговязому, впечатал ботинок в лицо. Гиббон поднялся, выхватывая из кармана нож-бабочку. Юрик хмыкнул и, наклонившись, вырвал руку из тела долговязого, как дубинкой принялся забивать главаря банды оторванной конечностью. «Вот так прикол», весело подумал Юрик, вонзая плечевую кость в глаз Коляныча. Когда тот перестал дергаться, Юра почувствовал глубокое удовлетворение. Как от хорошо выполненной, тяжелой, но любимой работы. Кабинет полковника находился здесь же, на городском стадионе Кандалакши. Охранники впустили нас, просканировав какими-то электронными приблудами. Я сдержал порыв сломать их вражеские девайсы. Хозяин помещения стоял у окна игры Семки. Тоже подсел, наверное. Полковник, я привел нового бойца, сказал Юрик. Вижу. Уайт аккуратно пересыпал семечки в шкатулку на столе. Присядь пока, Юра. Здрасте, произнес я, готовясь к смертельному броску. Честно говоря, я удивлен. Полковник пронзил меня тяжелым взглядом. Еще никому не доводилось одолеть нашего чемпиона в бою. Как тебя зовут, файтер? Александр, ответил я. Откуда такая подготовка, Алекс? Краповые береты, спецназ ГРУ? Я пожал плечами. Моя выучка позволяет и не такое. Да и я был не один. Расслабься, Алекс, можешь не отвечать. Это не допрос. Усмехнулся Уайт. Нам нужны такие люди, как ты, сильные духом, подготовленные, идущие напролом. Не собираюсь прислуживать захватчикам, крикнул я. Юрик усмехнулся в своем кресле и покачал головой, вычищая ногти зубочисткой. Успокойся, боец, негромко, но убедительно произнес полковник. Оставь эти устаревшие предрассудки. Россия, Штаты, глобальная политика, ничего этого больше нет, все в прошлом. Сгорело в атомном огне. Есть лишь город и сотни миль заснеженных лесов вокруг. Нет никакой связи ни с нашим, ни с вашим командованием. Иногда мне кажется, что Кандалакша единственный непострадавший город в регионе. Так и есть, кивнул Юрик. Еще бы. Я все это предусмотрел, когда выбирал местность для строительства схрона. Меня не просто так забросило сюда. Как ты видишь, я в совершенстве владею русским языком, мои родители родом из СССР. Мне не чужда ваша культура и обычаи, продолжил полковник, меряя шагами кабинет. Военное положение лишь вынужденная необходимость, пока все не устаканится. Если бы здесь находились ваши войска, все было бы точно так же, я уверен. Кто-то должен был взять на себя ответственность за жизни мирных людей. Однако это мог сделать лишь тот, за кем сила, понимание ситуации и стратегической перспективы. С моим другом Юрой мы придумали новую религию, нового бога, бога жести. Старые религии давно прогнили во лжи и лицемерии, вера в науку привела мир к разрушению, а новая вера нравится людям. Когда кругом творится жесть, они будут молиться тому, кто ее возглавит. Толково придумано, усмехнулся я. Вставай на нашу сторону, Алекс. Уайт шагнул ко мне, собираясь хлопнуть по плечу. Хватит носить смуту и мерзнуть в лесах. В этот момент я включил всю мощь своих мускулов и прыгнул на него. Уже предвкушал хруст шейных позвонков, когда накрыла пустота. Не знаю, сколько пролежал в отключке, но очнулся на ковре в том же кабинете. Рядом в кресле сидел Юрик, поглаживая свою жабу и печально смотрел на меня. «Ты же обещал без фокусов, Санек», сказал он. «Рефлексы, блин, сработали». Пробормотал я, хватаясь за голову. «Кажется, сейчас она взорвется от боли». В поле зрения появился полковник Уайт. «С нашим Юриком фокусы не работают, Алекс», сказал он. «Я уже понял, но должен был сам убедиться». «Юрик, ты разве не рассказывал нашим гостям свою чудесную историю?» спросил Уайт. «Только начал, полковник, только начал». с возвращением в реальность. Если вам понравилось наше безумное путешествие, то обязательно поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео в социальных сетях. Ну, а если вы хотите отправиться дальше, то просто выберите одну из иконок на экране. И, как всегда, до встречи в следующих мирах.